Здравствуйте, друзья! Меня зовут Илья. Я являюсь производителем работ в ЖК Азовский. Строительство коттеджа состоит из этапов работ. Первое – это подборка участка, выбор его. Второе – это заливка ноля, фундамента, его по-разному называют. Третье – это кладка стен. Четвертое – это кровля. Пятое – это коммуникации. И шестое – это внутренняя и наружная отделка. Первое – подбор участка. Участки бывают разные. Разные по площади, разные по местоположению. Есть угловые участки, есть обычные. Есть ширина фасадов тоже разная – 15 метров, 20 метров. И кому какой нравится. И очень важно, чтобы участок был ровный, чтобы было, куда уходить в дождевой воде. То есть смотреть местность, смотреть, есть ли отводы, водоотводы. Поэтому у нас много есть разных местоположений участков. Есть Темрюкский район, Анапский район. Поэтому очень много участков. Выбирайте, планируйте, где вам нравится, где удобно, где близко к городу, близко к детскому садику, школу. По вашему выбору. У нас очень большой выбор земельных участков. Второе, что самое важное и очень много внимания нужно уделить – это фундаменту, заложение фундаменту, размерам, диагонали дома. При заливке фундамента очень важно, чтобы была соответствующая марка. Мы проверяем, берем формы, кубики, сдаем в лабораторию. Там нам дают результат. Если что-то не соответствует, мы вызываем экспертизу, переделываем. Большое внимание уделяем арматуе, каркасу, чтобы было все связано. Потому что это основа дома. И недопустимо, чтобы были какие-то отклонения. Третье – это кладка. Кладка у нас производится из керамзитоблока, из газоблока. Какой вам понравится? Кладку также мы армируем специальной сеткой. Дополнительно у нас стоят колонны несущие. То есть мы заливаем колонны с железобетона. А блок у нас как заполнитель. Поэтому у нас прочные и качественные домики. Четвертое – это кровля. Кровля – тоже немаловажный этап строительства, где уделяем большое внимание. Есть черепица, есть мягкая кровля, трехслойная. И в этом этапе работ тоже очень важно смотреть, как сделана пароизоляция, гидроизоляция, слой утеплителя, сколько кладется, чтобы не было никаких отверстий, зазоров. Поэтому в этом вопросе тоже нужно быть внимательным. Мы за этим следим. У нас есть специальные проверки. Приезжают специалисты, которые поставляют нам кровельные материалы. В частности, большая такая компания, как Технониколь. Мы ей кроем в ЖК Азовском. Прекрасные, красивые кровли. И они периодически приезжают, смотрят, что все соответствовало их требованиям. Мы это проверяем и стремимся к высшему, к лучшему качеству этой работы. Что касается коммуникации. Это тоже очень немаловажный этап работы. Почему? Порой заходишь в дом и не знаешь, где включить пылесос. Не знаешь, где включить какой бытовой прибор для дома. Очень экономят на этом. То есть, мало закладывают розеток, мало закладывают радиаторов. Там секции экономят. Мы кладем теплый пол под плитку везде. У нас есть теплый пол. Есть достаточное количество розеток, выключателей, проходные выключатели. Двухклавишные, чтобы поставить люстру, которая включается в разных положениях. Поэтому мы все предусматриваем под кондиционеры, под все приборы. Мы строим большое количество уже времени. И поэтому со временем улучшаем и улучшаем для комфортной и приятной жизни в наших коттеджах. Отделка внутренняя и наружная. Внутренняя отделка. Мы все дома, без исключения, если это керамзитоблок, если это газоблок, мы утепляем каменной ватой, минеральной ватой. По-разному ее называют. Тоже техно-николь. Хороший фасадный утеплитель. Почему мы это делаем? Кто-то скажет, да, на юге тепло, зачем ее утеплять? Ну, у нас и тепло, и жарко. И поэтому, чтобы дома было комфортно и летом, и зимой мы утепляем, что создает комфортную и уютную жизнь. То есть, мы не экономим на материалах, у нас закупаем фирма Baumit, это клея, смеси, для того, чтобы фасад со временем не трескался, не менял свой внешний вид. И был очень красивый и приятный для взгляда, для того, чтобы, когда вы приезжаете в свой домик, он стоял всегда как новый. Внутренняя отделка также из дорогих и хороших материалов, то есть флизелиновые обои, керамическая плитка, все на высшем уровне. Бренды материалов, это очень важно. Почему? Потому что, вот когда производитель продает свой бренд, он также очень большое внимание уделяет для того, чтобы этот бренд, этот материал качественный, качественно сделали. То есть, сделали его правильно, по ГОСТам, чтобы со временем этот материал не потерял прочности, не потерял вида, не потерял тех качеств, которые бренд туда заложил, которые производитель туда заложил. В среднем, чтобы построить одноэтажный дом, если благоприятная погода, то есть не зима, его можно построить за 5-6 месяцев. То есть, залить фундамент и полностью под ключ сделать, сдать дом. На нашем сайте есть куча интересных проектов, дизайнерских решений, много дополнительных работ, навесы, бани, гаражи, сауны. Так что, переходите на наш сайт, подписывайтесь на наш канал, ссылка в описании.